Эту ляльку кличут панна Долья. Ее створальница белорусский майстер Татьяна Полякова. Три годы тому образ этой ляльки стал символом буйного выставочного проекта, который стартовал в Минске и объединял некольки сотни майстру с 20 краин света. Частка привезенных экспонатов стала основой пересомной выставы. Черговым пунктом подорожа стал Гомель. Экспозицию представили у картины галереи Горила Вашенки. Я занимаюсь авторской куклой и созданием и организацией выставок очень давно. Я хоть и недавно живу в Беларуси, три года живу в Беларуси, только как переехала, я решила, что это единственная страна, в которой нет выставки авторских кукол. Потому что везде, на постсоветском пространстве существует, в Украине есть модная лялька, в России искусство куклы, такие выставки, которые, они очень давно, они очень успешны. По этой причине я и создала такую хорошую, красивую выставку. У этой зали разместили 200 лялек, не которым по 100 году. Усе работы сопровождают живописные полотна белорусских мастаков. Улику Створальникова лялек 7 человек с Беларуси, России и Латвии. Сярод их, есть и ты, кто воходит у топ-10 лепших маэстроу свету. Я вообще играю. Почему? Потому что у меня куклы отличаются от девичек, будем так говорить, мелочевкой. То есть все снимается. На формат куклы 18-19 сантиметров не подберешь ничего. То есть на кукольных выставках есть люди, которые продают фурнитуру. На моих не подберешь. Все идет, значит, настоящее, маленькое, настоящее. То есть, если это меч, то это берется заготовка, расковывается, затачивается, делается меч. По сути, майстеры, какие створа ляльку, это и кровец, и шавец, и часом навод коваль. Кожная деталь оденья, миниатюрные аксессуары, продуманные до дробицу, и складают суцельный в образ. Увы, нику, одним только выглядом кожная лялька, сдольная выкликать эмоции и размолять с глядачом без слов. На мове сразумела як детям, так и дорослам. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телера, Докампания Гумель.